Привет! Недавно я выложил видео про Rust на телефон и увидел, что самый обсуждаемый комментарий это то, что лучший Rust на телефон, лучший Rust Mobile это Last Island. Я решил убедиться собственными глазами, что это за игра и смотрите, что получилось. Написав в поиске App Store слово Rust, я убедился, что эта игра действительно находится первой в списке после официального приложения, и я решил скачать игру, которая весит почти 3 гигабайта. Итак, запускаем. Я слушал этот гитарный перезвон до того момента, пока не загрузился на сервер, а потом я стал опять скачивать 250 мегабайтов. После объявления я первый раз увидел кнопку начать игру и приступил к кастомизации своего персонажа. После актуальных событий я увидел описание на непонятном мне языке. Потом еще несколько актуальных событий, забрал ежедневную награду и нажал начать игру. Зайдя на сервер под таинственную музыку, я получил приветственный совет от прекрасной дамы. И разобравшись с управлением, я принялся изучать карту. Когда я увидел торговые автоматы, я понял, что сервер очень активный. Ну и конечно же, мой любимый гитарный перезвон. Я даже пробежался по руководству для новичков. Поняв как рубить дерево, я срубил еще три, чтобы построить дом. Я решил построить два на два для легкого старта, но почему-то столкнулся с билдинг-блоком. Испортив свой два на два, я решил достроить дом, чтобы получить награду за задание. Откинув спалку, я разместил шкаф так же, как привык это делать в расте. Закинув оставшееся дерево в шкаф, я получил кодовые замки, которые установил на дверь и на шкаф. Поставив верстак, я опять получил какую-то награду. Это я вам показываю меню крафта. И кстати, с этой наградой я теперь смогу скрафтить простой револьвер. Все, теперь мы идем искать фармящих ребят. Прямо через дорогу я увидел дом без двери и решил в него зайти. Я решил проверить инвентарь спящего на спалке типа. Я проверял до тех пор, пока не увидел надпись противник в сети. А когда я увидел, как он встает на своей спалке, я решил добежать до дома и засейвить лут. Слутав его сапоги, я пошел домой ставить ящики. Сразу выйдя из дома, я увидел фармилу и решил посмотреть, что в его инвентаре. А принеся это все домой, я услышал интересный звук. Все, ладно. Постой ли. Да, в него оставился. Да, я получил рейд на свой маленький домик. И теперь, случайно заспаунившись, я решил показать вам местные РТ. Я, кстати, очень удивился, что возродился после рейда с беретой в инвентаре. Представьте, если бы так было в оригинальном расте. Я думаю, самая смешная эмоция здесь, это пороемся вместе в отбросах. И вот я первый раз познакомился с местным зомби. Смотрите, как болтается его язык. Я от него очень легко убежал. И вот я прибыл на первый РТ, заброшенный аэропорт. Чтобы находиться здесь и не получать урон, я должен надеть специальную одежду с защитой от радиации. Также видим три больших ангара, как в оригинальном расте. Сначала я думал, что это зомби, а подойдя поближе, я понял, что это военные охраняющие ТРТ. Учитывая, сколько урона я получал от радиации, я отъехал от его выстрелов за считанные секунды. Почему-то я уверен, что в этом доме живут люди, играющие в раст. Перед следующим РТ я решил вам показать, как легко здесь фармить бочки, чтобы добыть компоненты. А это то, что я получил с одного стака бочек. И вот я добежал до РТ под названием Rocket Base 31. Я думаю, это родственник лаунч сайта. При входе в РТ я сразу встретил зомби. И даже ни одного. Но я очень легко от них замансил. А это, я так понимаю, мейн. Друзья, благодарю вас за просмотр данного видео. Буду очень рад, если вам понравилось. Станьте частью нашего сообщества и подписывайтесь на канал. А если вы кайфанули от просмотра, то оставьте свой лайк. А также присоединяйтесь к нам во Вконтакте и Дискорде, чтобы обмениваться полезной информацией, искать тиммейтов и участвовать в розыгрышах на постоянной основе. Все ссылки вы найдете в описании. Надеюсь еще увидимся и пока-пока.